Плохие материально-бытовые условия. Первое. Даже если у вас дорогая квартира, там все обставлено, вы уверены, что у вас нигде нет грибка и плесени. Вот грибок и плесень – это очень коварная вещь. Они отравляют воздух своими спорами, загрязняют, попадают в легкие, и у человека начинают бронхиты, постоянные просуды, они снижают иммунитет, постоянно отравляют организм. Посмотрите внимательно в вашу квартиру. У вас нигде нет даже небольших потеков в углах. Посмотрите внимательно на линолеум. Может, вас когда-то соседи затапливали, или вы кого-то затапливали, у вас квартира стояла в воде, и вдруг у вас под линолеумом завелась плесень. Ванная комната. Тоже внимательно позаглядывайте везде. Под ванной везде, 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 чтобы не было плесени или грибка. Если где-то есть плесень или грибок, от них необходимо избавиться. У меня сестра старшая, у нее была комната угловая, у нас был очень плохой дом блочный, и пока мы сами не заделали швы снаружи, там во время дождя у нее потекало это все, и вроде высохло, ничего нету, а потом... Но она постоянно болела, и мы не могли понять вообще, что происходит, в чем дело. Она постоянно сильно кашляла, у нее непроходящий был этот лающий кашель, постоянно боли в груди. И потом мы решили сделать ремонт, когда мы сняли обои и линолеум, мы были в шоке. Вы не представляете, какие грибницы там расплодились. То есть это просто была жесть. Мы ее комнату, наверное, неделю закрыли на карантин, там все это обрабатывали, это все выводили, отмывали несколько раз, там специальные средства обрабатывали. Только потом мы сделали ремонт. И вы знаете, после того, как мы поменяли это все в ее комнате, это все прошло, она перестала болеть, она перестала кашлять, все как-то ушло. Так что внимательно посмотрите, нет ли у вас нигде грибка. Очень важно. Просто я говорю о таких неочевидных вещах, в которых многие не задумываются, а что реально влияет на наше здоровье. Кровать. Раз в году сдаем химчистку или меняем подушку. Ну, можно как-то самой постирать, да, зависит от какого-то материала. Если есть возможность, заботимся о удобстве кровати. От того, на кой кровати мы спим, зависит качество нашего сна. А это влияет на наше здоровье. Вот. Ну, насчет подушек, я думаю, вы понимаете, в чем дело. Потому что мы когда спим, мы потеем, наш пот впитывается в подушку, там тоже могут разводиться грибки всякие. Я просто не знаю, какая сейчас у кого физическая, к нам своя возможность, да, там кто-то может себе позволить купить новый матрас, а кто-то нет. Вот если у вас есть такая возможность, подумайте о том, достаточно ли удобный у вас матрас. Не бывает ли у вас спина после сна, а удобна ли у вас подушка, не стекает ли у вас шея после сна. Вот если вы ложитесь спать вроде и не поздно, и вроде все нормально, и у вас проветривается комната, но при этом у вас неудобная кровать и неудобная подушка, задумайтесь о нам в этом. Может, пора все-таки поменять, отложить там покупку какой-то вещи для себя, вместо этого купить матрас. Сейчас вот моя вам рекомендация. Дальше. Раз в месяц генеральная уборка в доме. Я просто не знаю, кто, насколько часто и часто это делает, да, там кто-то может это делать раз в неделю, минимум раз в месяц генеральная уборка. Это все-все-все, везде-везде, и подушки просушить. Кстати, насчет постели, вот, хотела сказать, забыла, очень интересный факт. Вы знаете, да, нас здесь вы учили заправлять постель плотным вот одеялом, покрывалом в холодное время суток. Это еще нормально, но с этим я еще толкнулась здесь. Если вы заправляете постель, в ней больше размножается всяких грибков и бактерий, а если же вы ее оставляете открытой, там, складывается отдельно одеяло, да, и подушки с покрывалом, вернее, с простыней, они открытые для доступа воздуха, там меньше шансов того, что там будет что-то размножаться. Летом старайтесь как-то не заправлять постель. Это будет лучше для вашего здоровья. Раз в месяц генеральная уборка в доме. Если не делают, то там много нехороших вещей может начать развиваться, да, что может привести к аллергии, к бронхитам, к проблемам тоже с дыханием и не только. Это сильно бьет по нашему иммунитету. Но, кстати, насчет генеральной уборки очень важный момент. Мы с осторожностью применяем бытовую химию и стараемся выбирать менее вредные средства для мытья посуды и полов. Я здесь хочу подробнее остановиться именно о бытовой химии. При генеральной уборке, да, мы используем часто ядреные средства, там, для мытья унитазов, там, для ванной, чтобы вот швы все эти вот выметь, да. Напишите, кто при генеральной уборке, когда работает с какими-то вот такими химическими средствами, одевает респиратор. Вот есть такие? Кто одевает, поставьте плюс, кто одевает, поставьте минус. Кто одевает респиратор? Минус, да. Кто еще? Плюс, минус, давайте, минус. А я знаю, многие не используют. А вот я как гиперсенситив, да, человек, который гиперчувствительный к этим веществам, могу вам сказать, что вдыхание минус, да, 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 девочки, минус. Мы не используем респираторы. А вы знаете, что эти респираторы, они стоят вообще копейки? Я когда в России была, я не думала, что там что-то изменилось, там, можно купить там в магазинах, даже в строительных, насколько я помню, продавались респираторы, которые можно использовать, такие похожие на пятачок поросячий. Да, семьи, ваши домашние могут смеяться над вами, но, во-первых, когда вы что-то обрабатываете, чтобы детей рядом с вами даже близко не было, потому что химию вдыхать – это очень вредно. И чтобы вы тоже, это токсично все. Респиратор, обязательно респиратор, перчатки, респиратор. Вот, вы очень осторожны с этим всем, что это тоже влияет на наше здоровье. Это то, что касается плохих материально-бытовых условий. Да, 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 а то, что вы этим всем дышите, вы об этом не думали, Ольга? А то, что через легкие это все дальше проходит. Просто я когда, если я без респиратора, сейчас у меня вообще, у меня няня, да, которая у меня убирает все, я сейчас к химии вообще близко не подхожу, потому что если я подхимию, да, вот без респиратора, у меня и головная боль с ней начинается, у меня начинается тошнота, там, чуть-чуть недорвоты. Потому что у меня организм, он резко на все реагирует. А ваш организм, он просто принимает это все и скушивает, и все. Он не показывает сразу, насколько это вредно, а это вредно. Вот, поэтому вот думайте. Тоже один, вот средства для мытья полов тоже, смотрите, чтобы оно было не токсично. Ну, сложно, конечно, изучать составы и так далее, но стараюсь, чтобы оно было максимально натурально, были компоненты. И средства для мытья посуды, вот это вот важнее. Если вот как бы для полов еще так-сяк можно, чтобы проверить, раздать и так далее, чтобы просто в комнату, которую вы вымыли со средствами для мытья полов, чтобы какое-то время люди не заходили, то средства для мытья посуды – это то, что мы едим. Все-таки очень многие средства, они полностью не вымываются из тарелок, не вымываются из ложек, остатки они остаются, и вы это управляете внутрь. Поэтому постарайтесь выбрать максимально натуральные средства для мытья посуды. Моя мама, вот она уже два года моет хозяйственным кокосовым мылом. Вот я недавно его выложила в продажу, потому что она попросила. Сейчас она у меня в гостях. Я просто, ну, там большой такой кусок, у меня уже есть там в продаже хозяйственное мыло, да, которое, оно реально пахнет как хозяйственное мыло. А это кокосовое мыло, там 160 грамм, оно пахнет кокосиком и там какими-то такими травками, да. Вот маме оно очень понравилось, она им посуду моет. Вот я недавно выложила в продажу, и оно тоже сейчас набирает обороты, как лидер продаж, там все его просто разбирают. Представьте, люди в Таиланде покупают хозяйственное мыло. Но те, кто его брал, да, ну я сама тоже, вот у меня няня тоже, она им моет посуду. Мама моет посуду. Оно отличается от российского мыла. Ну я просто уже здесь 5 лет не была в России, я уже отвыкла от российских. Да, Оксана, ты уже пробовала мыло, да? Ты про кокосовое сейчас пишешь или про которое у меня голубенькое с разводом, которое с углем? Мы не экономим на средствах для мытья посуды. У меня мама, она вообще... Раньше она покупала Амвэй, только Амвэя мыла посуду, потому что это вот полезно, да? А сейчас я начала ей присылать мыло новое, кокосовое, которое хозяйственное у меня появилось в сементе. Она уже 2 года эти мыла мыла посуду. Вот, потому что, да, что у мамы, что у папы плохое наследство, они понимают, что если ничего не делать, чем это может привести. Поэтому, да, у меня так немножко семья, поехавшая на здоровье, когда, кстати, у мамы есть азонатор, она все азонирует, тоже полезно. Да, а в обработке тоже овощей, о фруктах я потом с вами отдельно поговорю. Да, вообще люди странные вещи заказывают. Я вот поражаюсь, вот тайская пемза для пяточек, она тоже бешеной популярностью пользуется. Вот вроде, что, в России пемзы нет, а оказывается нет. Тайская искусственная пемза для пяточек, кажется, там супер вообще средство, которое там его все разбирают. Просто у меня, я успевала склад пополнять, вот. Ну, немножко отошли от темы.